С тем часом карантин за коронавирусом обвестила Украина. Сутки тому Украина-суседка закрыла уезд на свою территорию иншаземцам. Сегодня спойнены все международные и внутренние пассажирские взносины. Как работает в умовах закрытые мяжи, один из наибойнейших пунктов пропуску региона, доведались наши корреспонденты. На уезде у пункт пропуску Новая Гута автотранспорт сустракают пограничники в медицинских масках. Узмацнение санитарного контроля – одинная бода измены, яка отбылась в работе погранперохода. В остатнем – все в штатном режиме. Навозь загруженность изменилась кардинально. В пункте пропуска Новая Гута за последние сутки значительно уменьшился пассажиропоток. Однако это не повлияло на работу и осуществление пограничного контроля самого пункта пропуска. И саправды, размовы об чергах нема. Ни на уезд, ни на выезд. На территорию пункта пропуску заезжают одинковые автомобили. В основном грузовые, на легковых на шмат меньше. Это либо белорусы, которые подвозят украинцев до Новых Ярыловичов. А потом вертаются, либо украинцы, которые едут домой. Причем проблем с этим, по-неной яны, не будет. Мы когда выезжали, мы, кстати, узнали, спросили, сказали, что граждане Украины будут пускать по-любому. Так что никаких сомнений, все хорошо. Когда закрыть мяжи для украинцев не проблема, то вось пынение пассажирских взносинов створает неприемности. Добраться домой часом становится проблемой. Андрей Болотин летел из Москвы во Украину празминск. У столицы Беларуси доведался, что его рейс отменили. Добраться до мяжи на автомобиле допомогли земляки. Я поехал без денег. И я ребят просто, ну, тоже украинцев встретил. Ну, и они как бы мне помогли. Без них сложно было бы. Даня зручности украинцы относятся с разумением. Головное, как принятые меры допомогли спынить расповсюдживание коронавирусу. Сергей Яковенко так само сутокнулся с логистичными проблемами. С Херсона, где наглядал за состарелой мать, беларусь вертался спочатку на автобусе. А потом на спадорожных автомобилях. Херсон, Киев, Киев. Машина, машина, машина. И сюда до машины. И тут тоже. То есть, наверное, 4-5 перекладных ехали. Для водителя велика грузов с закрытием межа уничтожа не изменилось. Не они так само протягивают працывать у штатным режиме. Не они увлекут их, кто мая право пересекать мяжу подчас забороны. А б тым, что в Украине карантин, кажуть, прикметно только на пунктах пропуску. И я бы сказал, что ничего не видно такого, чтобы что-то происходило. Все как обычно. Ну, на границе вот именно что, автобусов, легковое движение меньше стало. А так по фурам, как было, все так и есть. Тих, кто мая на мер пересекший украинскую границу, беларусские пограничники попередживают. До парадов прислыховывается не все. За данные сутки украинской стороной не пропущено 16 граждан. Это граждане Беларуси, Российской Федерации, граждане Турции. При этом при исследовании через государственную границу данные граждане были предупреждены сотрудниками органов пограничной службы об ограничении въезда иностранных граждан на территорию Украины именно украинской страны. Обмежевание на украинской мяжи протягнуться до третьего красавика. Это в этом случае, когда не будет принято и других решений. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».